Глава Чувашии принял участие в выездном совещании Совета Безопасности. Оно прошло сегодня в Саратове. Руководители регионов и представители федеральных ведомств обсудили ряд актуальных вопросов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Бурные дискуссии начинаются в кулуарах. На обсуждение глав регионов и членов Совета Безопасности вынесли целый ряд острых тем. Одна из них – противодействие незаконному обороту наркотиков. Руководители субъектов делятся друг с другом проделанной работой и намечают планы. Количество потребляющих психотропные вещества в ПФО снижается. А вот незаконный оборот за последние годы вырос. В 2017 году при сокращении общего массива зарегистрированных преступлений на 3,3% в округе наблюдался рост доли преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков до 9%. Наблюдается активный трафик афганских опиатов, использование местного растительного сырья, активное замещение традиционных наркотиков их синтетическими налогами. Интернет, к сожалению, продолжает выступать доступным и удобным средством для бесплатной рекламы и сбыта наркотических средств. Очевидно, что необходимы действенные меры. Полпред отмечает, что программы противодействия наркотиков эффективно реализуются не в каждом регионе. При наличии в округе 92,5 тысяч наркопотребителей региональными антинаркотическими программами предусмотрено финансирование на душу населения от 20 копеек в Кировской области до почти 8 рублей в Удмуртской республике. То есть диапазон, понимаем, 20 копеек и 8 рублей. Бюджетные возможности у этих регионов плюс-минус одинаковы. Не настолько отличаются, насколько в разы отличается финансирование этих антинаркотических программ. Обеспеченность кадрами врачей-психиатров-наркологов округа составляет лишь 0,4 на 10 тысяч населения. Руководителям регионов Михаил Бабич поручил детально проанализировать недоработки и в сжатые сроки их устранить. Слаженных действий требуют вопросы, противодействия, криминальные идеологии в среде молодежи. Сохраняется устойчивая тенденция роста преступлений экстремистской направленности, основная часть которых совершена молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними. Выявлено около 2000 участников молодежных объединений деструктивной направленности. Главную опасность для молодежи таит интернет. Оградить подростков от пагубного влияния всемирной паутины могут помочь военно-патриотические клубы. В округе реализуются 43 региональные программы. Проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия «Шанс», «Лидер», «Подросток» и другие. В данную работу вовлечено 120 общественных организаций округа. Эту тему недавно обсуждали и участники Координационного совета по правопорядку. Глава республики отметил, что молодежь необходимо привлекать к труду, особенно в период летних каникул. Родители же на работе, дети дома остаются. И нам надо максимально охватить этих детей, для того, чтобы были под постоянным контролем. Вот наша задача в этом заключается. Создать для этого среду надлежащего уровня, тогда, конечно, меньше будет. И уже на выездном совещании Совбеза было предложено принять госпрограмму, которая поможет совершенствовать молодежную политику. В республике, отмечая глава региона, подростки переступают черту закона. Все реже. Дмитрий Ковалев, Республика и Саратова.